Здравствуйте, дорогие наши радиослушатели и телезрители! Тема дня в эфире. В студии для вас работаю я, Андрей Кабзарий. Сегодня у нас будет необычный утренний эфир. Сегодня у нас, так сказать, тематический, специальный по теме газификации Хакасии. Давайте я сразу представлю гостей, а потом уже буду номера телефонов напоминать. Итак, сегодня в нашу студию пришла председатель общественной палаты Республики Хакасии Ольга Александровна Левченко. Здравствуйте! Доброе утро, Андрей! А также руководители Южного территориального управления Красноярск-Крайгаз, начальник службы Хакас-Межрайгаз Александр Владимирович Менгель. Здравствуйте! Доброе утро, Андрей! Итак, дорогие наши слушатели, тему я обозначил газификация Хакасии. В середине мая у нас будет общереспубликанское голосование за газификацию Хакасии. Поэтому звоните по номеру 222-702, задавайте вопросы нашим гостям, присоединяйтесь к обсуждению, высказывайте ваше мнение 222-702. Либо пишите в Телеграм, я ваше каждое сообщение заботливо прочитаю по номеру 8-983-589-77-27. Итак, давайте начнем с самого главного, с самого начала голосования. Когда она пройдет? Я уже сказал, в середине мая, но, Ольга Александровна, можете более подробно даты уже рассказать, когда это будет, где это будет? Да, ну, по поводу газификации несколько, Андрей, слов. Ну, мы с вами все слушали президента послания. Мне выпала такая честь присутствовать лично на этом послании о газификации регионов. И в связи с этим в общественную палату поступило обращение главы республики Хакасия о проведении на базе общественной палаты в связи с тем, что именно эта процедура в рамках деятельности общественной палаты провести общественное слушание по газификации нашего региона. Общественная палата, значит, в рамках своих полномочий продолжает работу, создали, было написано положение разработано, создан оргкомитет, в который вошли члены общественной палаты, это эксперты, и заинтересованные структуры, заинтересованные граждане активные. И пришли к выводу, что именно эти общественные обсуждения у нас вся информация прошла по средствам массовой информации, вся информация есть на сайте общественной палаты республики Хакасия. И поэтому прошло несколько заседаний рабочих этой рабочей группы, и на которых были обсуждены именно вопросы, каким образом мы проведем вот это вот обсуждение, вот это голосование. И сроки голосования какие у нас, то, что вы задали вопрос. В общем-то, у нас это планируется с 15 по 19 мая. То есть, это многодневная, да, будет? Да, это будет идти 5 дней, с 8 утра до 16 часов. То есть, время, в которое каждый гражданин республики Хакасия может поучаствовать в этой процедуре. А это будет на территории избирательных участков как выборы? Нет, 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 Андрей. Расскажите тогда подробнее. Будет не так, то есть, это будет у нас во всех муниципальных образованиях, будут охваченные поселения, это будет на базе МФЦ, все эту структуру знают, это МФЦ, соцзащита, управление соцзащит во всех территориях и центры занятости, где у нас люди смогут спокойно, получая услугу, проголосовать, если у него будет желание. Давайте принимать звоночек. Да, здравствуйте, вы в эфире. А сам захотелось бы вопрос задать, чтобы поставить на эту точку, Андрей Владимирович. То есть, получится, если голосование, ну, то есть, сам процесс пройдет, но будет отрицательным оно за газификацию, то газификации не будет. Правильно, я вас понимаю? Правильно понимаете. А вы-то сами как вообще считаете, лично? А я лично считаю... Будет вам, попадет или нет, это голосование? А я, вы имеете в виду по поводу результата? Ну, да, да, что-то тут ставить будем. Спасибо за вопрос. Я вам отвечу так. Я буквально отвечаю об этом всем, поясняю, что грубо из 100 человек 70 будет против. Общественная палата при подведении итогов это объявит республике. Эти материалы будут переданы главе республики. И мы с вами прозвучим о том, что президент говорит о газификации, мы с вами заявим, что население республики Хакасия против газификации на территории республики. Это если проголосуют против? Да. А вы как считаете, люди проголосуют против? Вот вы правда в это верите? Я считаю, что мы должны думать не о сегодняшнем дне, а о каком-то развитии республики, об экологии. Я бы хотела вот задать вопрос. Насколько сегодня экология всех устраивает? Меня она не устраивает. А это хорошее решение в экологическом вопросе в том числе? В том числе, конечно. Да, здравствуйте, вы в эфире. Здравствуйте. У меня такой вопрос. А предварительно перед референдумом финансовые прикидки делали по поводу газификации и электрофикации нашей республики. Что дешевле, что дороже. Спасибо за вопрос. Добрый день. Начальник службы Хакас Мишельгаз. Мы постоянно работаем непосредственно с клиентами. У нас есть полное понимание стоимости природного газа. Сейчас природный газ стоит в Новосибирске уже 7 рублей 4 копейки за куб. Если перевести на электроэнергию в одном кубе 6,8 киловатт. Если взять предприятие, умножайте 6,8 киловатт на 7 рублей с копейками. Сейчас идет электричество. Это для предприятий. Если взять частный сектор, умножайте на 1,8. В среднем где-то 15 рублей 5 копеек выходит за 1 куб, если перевести затраты, то что пройдут. То есть цена природного газа в 2 раза дешевле, чем электричество. То есть это будет по затратам, по счетам в итоге будет меньше. Да, это меньше, это частный сектор, если у кого 1,8, цена примерно сейчас за 1 киловатт. Да, здравствуйте. Так, я сейчас вот прослушал ваши выкладки. И хочу сказать так. Замарим килушка-полушка, до рубль перевоз. Так что этот газ-то еще надо тащить откуда-то. Затраты на миллиарды выходят. А потом будем считать, сколько куб стоит и сколько киловатт. Я с вами согласен, поэтому я вам предлагаю в интернете посмотреть программу социальной газификации по Российской Федерации. Там четко указано, что газопровод, то, что будет, если будет он проводиться, именно тянуться в Республику Хакасию, это на плечи собственников, граждан Республики Хакасии не ляжет. Газопровод подойдет в Республику Хакасию, сеть будет распределение именно по муниципалитетам, по населенным пунктам до участка, до границы вашей собственности. Вам необходимо будет только подключить и стоимость, если посмотрите программу газификации социальной, там указано, что стоимость подключения 50 рублей. Да, здравствуйте, вы в эфире. Добрый день. Добрый. Ну, вот вопрос такой актуальный, и спасибо, что вы в эфире. Вот, ну, каждый, кто где работает, угольщики лоббируют, бездымный уголь, чтобы люди, ну, обманывая народ, вот, газовики правильно, чтобы было, вы лоббируете газовую отрасль, энергетики лоббируют свою отрасль, это нормальный процесс. А вот скажите, пожалуйста, сколько стоит оборудовать домовладение частное, частное, газовая аппаратура с требованиями безопасности, чтобы не взлетал дом на воздух, сколько это стоит? Потому что я живел в коттедже, и все, ну, живые районы имеют вода, электро, вот у меня электрокотел стоит, а сколько, во что мне обойдется, вот, оборудовать, чтобы я пользовался газом? Мы вот не за скобки, вы, конечно, правильно человек сказал, не знает никто, сколько будет стоить, вы называете такие льготные цифры, когда, ну, как говорится, мягко стерен, да, твердо, будьте добры. Хорошо, спасибо за вопрос. Я могу пояснить, смотрите, есть сейчас на данный момент ситуация, которая именно подключение на пропановый, сжиженно-углеводородным газом, подключение именно установка, групповой установка, емкости, газопровод и котел. В среднем сейчас оборудование стоит в районе 750 тысяч, в зависимости от объема еще дома и какое оборудование необходимо установить. Я имею в виду уже оборудование, которое позволяет безопасно эксплуатировать именно дом. Сейчас это сумма, я думаю, если будет природный газ, и однозначно это уже будет сумма значительно ниже, потому что вам необходимо будет только приобрести сам котел. Стоимость котла зависит, еще раз говорю, от квадратуры именно помещения, стоимость котла от 50 тысяч и выше. Многие задают вопрос, как котел будет, необходимо будет ли делать обратно снова отопление, переделывать все в доме. Переделывать отопление не стоит и не нужно будет. Сам котел устанавливается, врезается уже в действующую систему отопления. Поэтому, как таковых затрат именно по самому внутридомовому разводке, именно по воде, ничего не нужно будет делать. Помимо этого устанавливается еще в дом система безопасности, о чем вы и говорите. Устанавливается сигнализатор загазованности, электромагнитный клапан. Что он дает? То есть, при малейшей утечке газа срабатывает сигнализатор загазованности и перекрывает подачу газа самостоятельно, без участия собственника, перекрывает подачу газа в дом. Я бы хотел внести небольшие коррективы. Перед звоночком вы сказали, что стоимость подключения 50 тысяч рублей. 50 тысяч рублей, да. Просто для разъяснения наших слушателей, я это услышал тут за юром. А вот наши слушатели могли пропустить, чтобы точно за 50 тысяч рублей до вашего участка, получается, стоимость подключения будет. Да, это именно, еще раз говорю, социальная программа газификации. Кто-то, если у людей интересно, действительно, и интерес этот в финансовом отношении, как это все проходит, я думаю, вы можете зайти посмотреть программу социальной газификации по Российской Федерации. Там есть и спорные вопросы, и уже ответы на ваши вопросы. Ну и опять же прокомментирую звонок нашего слушателя, говоря, что электричество лоббируют одни люди, газ другие, уголь другие. Дорогие слушатели, мы же потребители, это же нам выгоднее. Когда идет конкуренция между газом, углем, электричеством, мы в итоге получаем самые лучшие цены, потому что они будут конкурировать между собой же. Получается, у нас так электричество на втором месте по цене, по дешевизне в России, после Иркутской области. А так, может быть, и в лидеры вырвемся. Но рано загадывать, надо посмотреть, что будет. Давайте пока разблокирую телефон. Но хочется вернуться именно к прохождению голосования. Вот раз оно будет проходить в МФЦ, в социальных службах. В управлении соцзащиты. В управлении соцзащиты, да. И в центрах занятости. В центрах занятости. У нас их 13, Андреевы, в республике тех, тех, тех. То есть это конкретные пункты, 39 пунктов, где будет точно, можно будет отдать свое мнение, высказать. За или против. Свой голос за или против. Давайте прием еще звоночек, у меня потом будет по самой механике голосование еще пару вопросов. Доброе утро, здравствуйте. Вот у меня вопрос для вас. Для чего этот референдум? Это не референдум. Я выбирал министров, энергетики, теплооснабжения и прочее. Вот если бы я жил в Японии, вы жили, там никакой реформы нет. Президент сказал, провести газофикацию всей страны. Вы должны поднять руку, взять, вы собираете народ, мы будем, не будем. Это же лучше для нас. За задачевого референдума делать. Хорошо, спасибо. Нет, спасибо за вопрос, но вы прекрасно, наверное, слушаете президента, о чем сегодня президент говорит. Каждый социальный проект, который у нас проводится на территории Российской Федерации, должен согласовываться с населением. Мы все сегодня слушаем, что народ не слушают, что сегодня решает все правительство. Чтобы на наш голос никто не слышит. И вот вы знаете, я всегда об этом говорю, что надо привыкать, не просто сидеть на кухне и критиковать, а что-то делать. И вот вы свой голос, вот видите, вы сегодня говорите, зачем, сделали и все, а завтра вы скажете. А почему никто не спросил? Поэтому надо слушать и то, что президент говорит, что прежде всего и во всем своем выступлении, он говорит, люди. И я считаю, надо это слышать и пользоваться этим, что к вам такое доверие и ваше мнение ценно. А то, что говорить вот настолько вот то, что это сегодня не нужно. Я считаю, надо просто в этом принимать активное участие и высказывать свое мнение активно. И не на кухне, а вот именно там, где это проводится. Своё мнение, вот даже, Андрей, в листках, которые будут, опросных листках, можно будет высказать своё мнение или пожелание написать на этом листке. А то есть там будет специальная графа, да? Каждый листок будет изучаться. То есть, каким бы мнение, ещё раз повторюсь, не было, оно будет объявлено. А вот каким оно будет, это скажет население республики. Ну, лично у меня сомнений в том, что люди проголосуют за газ, нет. У меня нет таких сомнений. Я не знаю. Я уверен, что будут люди, которые скажут, я против, но я уверен, что итоговая цифра будет киза. Но у меня такое ощущение. Посмотрим, как будет. Ну, вы знаете, я чуть-чуть знаю о газе, чуть-чуть. Совсем чуть-чуть. Совсем чуть-чуть. И вот, вы знаете, я считаю, что, ну, я от этого не уйду однозначно. Потому что мне это нужно, что это действительно меня волнует сегодня. Именно экология республики и здоровье населения республики. Может, кому-то это покажется, ну, какие-то там пафосные слова. Нет. Вот я бы хотел еще к механике вернуться. Я не зря спрашивал, это будет так же, как обычные выборы. Потому что при выборах есть такая вещь, как открепительное удостоверение. Нет. То есть можно голосовать не по месту регистрации. Плюс есть дистанционное голосование, когда к маломобильным гражданам приходят домой. Вот здесь будут подобные элементы, подобные механики реализованы? Ну, я прошу не путать. Вот говорят о референдуме. Референдум совсем другое. Ну, это я не буду тратить время. Люди откроют и посмотрят. Это проходит общественное обсуждение. И это голосование будет, не надо будет паспорта. Открепительных талонов не будет. То есть человек может прийти, взять листок, проголосовать, опустить его в урну для голосования. Это у нас специальные ящики будут. Своё мнение оставить. Всё. Больше ни о чём ничего не говорится. Единственное, что для того, чтобы совпали наше количество этих самых голосований, листков голосования с прошедшими, чтобы не было никаких моментов, и мы не думали о том, что что-то могло произойти, или скинули, или ещё там что-то. Это будет вести некий реестр, и мы потом его сопоставим. Вот, Андрей, столько прошло, столько вот у нас листков голосования. То есть всё. Но это не выборы. Нет, никак выборы. Спасибо, вы сняли вопрос. Да, здравствуйте, вы в эфире. Андрей Владимирович, знаете, вот я с вами согласен полностью, и вот в плане того, что вы проводите этот референдум. Потому что я столкнулся с тем, а это многие знают, что, к примеру, в прошлом году, с мая прошлого года, электросети подняли стоимость техпроисоединения по электричеству в несколько десятков раз. Про это никто не знал. Я вот чисто случайно про это узнал. То есть такого, как вы сейчас говорите, вот этого не было. Ну, то есть будет там что-то, что-то, что-то. Помните, так было, по техпроисоединению было шоком для всех, что с 1 мая будет увеличено. Поэтому в этом плане вы молодцы, что хотя бы вот так вот делаете. А далее, то, что вы сказали, я вот именно по общественной партии, сказали, что вот если жители Хакасии проголосуют против, то мы доложим президенту, что жители Хакасии против. Ну, как-то это, как вы знаете, как бы, ну, некрасиво звучит с вашей стороны, что мы вот доложим президенту, что жители Хакасии против. Не-не-не-не-не, надо по-другому как-то это говорить. Спасибо. Ну, я, наверное, скажу, что докладывать, конечно, президенту сходу мы не будем, но просто вы узнаете первыми результаты вот этой всей процедуры. И не надо здесь привязывать политику, что-то еще. Давайте думать, ну, о развитии республики. Отличная фраза. Давайте думать. Не только о развитии, нужно и думать о здоровье. У меня получилась такая ситуация, что я вот недавно заходил в отделение по онкологии. Там некуда сесть. А это же все, это тоже влияет экологическая составляющая на всех нас. Давайте думать о будущем республике и о нашем с вами здоровье. Здравствуйте, в эфире. Добрый день. Вот спасибо сегодня за такую передачу. Я вот кровно заинтересован. И, конечно, есть любой житель имеет право убирать. Когда монополизм на любом рынке услуг, это плохо. Никто же это... А вот женщина у вас, извините, я не знаю, вы из избирательной системы, да? Нет, нет, нет. У нас в студии Ольга Александровна Левченко. И с зверком будет организовывать, да? Нет, это делает общественная палата республики Хакасия. А в студии Ольга Александровна Левченко. Ольга Александровна Левченко. Да, да, да. Это вы на связи, да? Это я с вами на связи. Вот, это Маджога Николая Григорьевич. Я рада вас слышать. Да, вот смотрите. Значит, понимаете, в чем дело? Это правильно делаете. Наверное, и обсуждение не подлежит. Но надо же конечные цифры говорить. Вот я заинтересован, во что мне, пенсионеру, и таким, как я, тысячам российских рядовых пенсионеров, обойдется подключение газа. Вот это если бы те люди, специалисты, вот край газа, мы все сказали, что мы газопровод магистральный от силы Сибири протянем до Хакасии, это забота государства. Подведем к вам дому, это стоит столько. Значит, в дому уже сказали примерно цифры, чтобы не получилось так. Вот мои какие-то такие изображения. Николай Григорьевич, давайте я добавлю, наверное, просто не услышали. Дело в том, что... Я отвечаю, да, извините, я отвечаю, если вы говорите. Спасибо вам, Зимочек. Спасибо за звонок. Я еще раз добавлю, наверное, просто не услышали. Дело в том, что сеть газораспределения за счет федерального бюджета будет именно подведена к вашему участку. И вы уже только будете подключать именно по вашему участку к газовому котлу. Стоимость, если смотреть, еще раз говорю, есть программа социальной газификации, там четко указано, что стоимость подключения от газопровода по вашему участку будет стоить 50 тысяч. Вы можете это ознакомиться, зайдите, еще раз говорю, в программу социальной газификации. Там именно расписано уже, потому что подключение идет не только по Новосибирску. По всей России идет очень большое уже сейчас, действительно развивает эту сеть газификации, газопроводов, и идет подключение. И уже есть и отклики хорошие людей, кто перешел именно на газ. Давайте вот в дополнение рассмотрим угольный котел, электрический котел, отопление центральное. Мы о чем и говорим, что это не только возможен газ, это возможно и центральное отопление, возможно электричество. Но в дополнение я считаю, что и нужно развивать именно систему газификации, потому что без нее развитие республики Хакасии невозможно. Если взять сам угольный котел, мало кто... А давайте мы сначала звоночек пыльем, а потом возьмем газовый котел. Да, здравствуйте, вы в эфире. Здравствуйте, это Саеногорск. Вот скажите, пожалуйста, вот два дня радио заикается, комсомольская правда. Федеральный виноват или Абакамик? Откуда идет этот вопрос? Так, ну по технической части вопрос, смотрите, скорее всего, проблемы какие-то с передатчиком, потому что от нас уходит сигнал на гору самохвал, отличный, чистый, без проблем. Ну вот я говорю, что Саеногорский два дня, вот я не могу слушать, заикает, так вот, послушайте, если не верите сами где-нибудь радио. Хорошо, спасибо за звоночек. Техническую службу передадим. Хорошо, спасибо большое. До свидания. Так, возвращаемся, берем электрический котел. Берем электрический котел. Вы его включили, то же самое осенью включили, весной выключили. Хорошо, прекрасно. Вопрос цены, соотношение, уже каждый выбирает, готов ли он платить эту сумму за электричество, которая все равно будет дороже, чем природный газ, или нет. Второе, взять угольный котел. Мы же только говорим топить углем, а вы еще подумайте о том, что вы привязаны к этому котлу, вы не можете никуда уехать. Нужно подкидывать, это грязь. Подкидывать, вытаскивать золу, постоянно контролировать. Помимо этого, вокруг дома это грязь. Человек привязан. Он всю зиму привязан, он никуда не может выехать. Он постоянно думает только о том, как протопить дом. А еще, если мы берем золу, то мы даже сводки МЧС читаем, у нас некоторые люди не знают, как правильно выбрасывать золу. Уже несколько случаев пожара было, и постройка надворная 12 квадратных метров сгорела, и дом в Топольках сгорел из-за того, что человек выбросил горячую золу в сухую траву. Тоже проблема, получается, косвенная. Да, я скажу фактически, это пример. Женщина уже пожилая, в возрасте, у ней умер муж, сын находится сам в Красноярске. Таскать уголь, топить котел, она уже просто по здоровью не в состоянии. Сын ей установил за свои деньги газовое оборудование, ну правда, сейчас это пропан-бутановая смесь, именно жиженый углеводородный газ. Она уже пользуется буквально 4 года. Сыну, он просто понимает, что у мамы все хорошо. Не надо думать о том, как она натаскала уголь, как она там печку протопила. Она вот действительно осенью включила кнопочку, нажала, весной она выключила. У нее постоянно одна и та же температура. Помимо этого, у сына на сотовом телефоне стоит программа, и сын видит даже, какая у мамы дома температура. Это уже от котла, я понимаю, зависит. Чем дороже котел, тем больше в ней разошли. Вот, Андрей, можно я вмешаюсь в секунду буквально? В плане каком? Мы говорим сегодня о безопасности газовики. Это очень важно. Это очень важно, да. Но мы прекрасно видим электричество, газ, уголь. Везде и всюду человеческий фактор. Это не говорит о том, что где-то что-то не сработало, да. Везде и всюду. Вот, я очень к этому отношусь серьезно, и я эту всю историю изучаю, где бы что ни произошло. И везде, прежде всего, человеческий фактор. То есть, здесь об этом тоже надо говорить. Независимо, какая система присутствует на сегодня. В дополнение, я бы хотел, да, действительно сказать, что сейчас вся система идет, которая по газификации, установка газовых котлов, она идет с группой безопасности. Многие задают вопрос, безопасно ли это или не безопасно. Но я скажу так, что это безопасно. То есть, сейчас, вот если мы берем газ, вот этот самый пресловутый человеческий фактор, он сведен к минимуму, я правильно понимаю? Благодаря этих самых электромагнитных задвижках и прочее, да? Сегодняшних технологий, прежде всего. Спасибо технологиям. Таким технологиям уже давно пользуется. Запад по России начали устанавливать, Европа вся пользуется. Ну и частный сектор по коттеджам уже давно ставит. Давайте премьем звоночек. Да, здравствуйте, вы в эфире. Доброе утро, Андрей, ваши гости. Доброе утро. Ольга Александровна, второго не знаю как. Александр Владимирович. Александр Владимирович? Да, все верно. Александр Владимирович, я вот к вам. Вы знаете, людей сейчас беспокоит, я знаю по себе, как проводить газификацию или нет, деньги. Самое главное, это бояться, где-то взять денег, 50 тысяч, да все такое. Я вот пример приведу. Я 25 лет в Черногорске не пользовалась газом. Плиту выбросила, все. А вот три года назад я решила поставить плитку. У тебя в третке хорошие продаются, две газовые, а посредине электрические, этот самый, забыла, как, вот, пикут, пирогица, духовка. Угу. И вы знаете, ну, я про себя-то говорю, там денег у меня мало обошлось, ну, на мои деньги это много, да? Ну, зато я поставила еще счетчик, все деньги это рассчитала, все сделала, теперь я не переживаю, все давно окупилось. Ну, вот видите. Вот люди-то и боятся, это вот деньги, ну, для них деньги, самое важное. Там ни газ, ни света, вот, вот такое. Ни газ, ни света, деньги. Хорошо, спасибо большое. Спасибо большое. Вот, действительно, в социальных сетях я видел картинки, да, со стоимостью подключения, что, ну, все тут на то, что подключать газ дорого. Я себе сразу же задал вопрос, ну, так, а в платеж как-то потом дешевле будет? Значительно дешевле. Значительно дешевле. В разы даже могу сказать, что будет дешевле. Да, здравствуйте, вы в эфире. Здравствуйте, Андрей. Я вот звоню по какому поводу. Надо думать не газ проводить, а думать о топлении, и хотя бы свет подешевле. Если газ подключать, то нужно, так же, как и уголь, выезжаешь куда-то, я вот у кого не спрашивал, и все кого-то оставляют, чтобы смотрели за это. Смотрите, я хотел бы добавить как раз вот по вашему вопросу. Сейчас программа с газовыми котлами, которая идет, именно подключена в газовых котлах. Вы можете, котел у вас и дом находятся в Абакане, вы можете быть в Красноярске, в Кемерово, в Новосибирске. На сотовый телефон вам приходит вся полностью информация от вашего газового котла. Какая температура в вашем доме, как работает сам котел. И вы можете, помимо этого, изменить температуру в доме. Если вы уехали, зачем вам 22 градуса? Вы можете поставить 16-14 градусов в доме. Вы понимаете, что вы приедете завтра, перед тем, как подъехать, за 5-6 часов через сотовый телефон, поднять до 22, пока подъедете, уже у вас опять будет тепло. Тем самым вы экономите теплопотери и ресурс, который я имею в виду финансовый. Поэтому сейчас оборудование устанавливается, оно полностью не надо. Вы свободны, вы не привязаны именно к отопительному оборудованию. Оно управляется дистанционно? Да. Да, здравствуйте, вы в эфире. Здравствуйте. Вот поначалу была фраза от товарища, что газопровод до участка будет за счет государства подводиться. За счет государства. У нас, когда проводили теплотрассу на Черногорск, ТЭЦ, тоже говорили, все затраты лягут на город Черногорск. Оно раз, бах, трах, и повесили и на Абакан, и на Черногорск. И еще одно, хотел бы я сказать, по взрывоопасности, что взрывчатка, электричество или газ? Как только газ взорвался, так полдома нету. А если коттедж, в коттедже взорвется, все, товарищу жить негде уже, все. Хорошо, спасибо. Я думаю, наш слушатель невнимательно следит за эфиром. Смотрите, объясню. Мы вот сейчас смотрим, там где-то что-то взорвалось, там где-то что-то взорвалось. Давайте вот, вы видите только поверхностные фразы, которые получаете от СМИ. Именно всегда от СМИ еще, да. Телеграм-каналы различные. И фактически суть происшествия, результат происшествия, почему это произошло, вы действительно не видите. На законодательном уровне, почему меняется и законодательство, почему сейчас изменение идет по требованию безопасности. Вот возьмем сейчас город Абакан. 17 домов, которые попали под капремонт, устанавливается группа безопасности теперь в каждую квартиру. Такого раньше не было. То есть, получается, и мы вот сейчас, вы говорите, небезопасно. Еще раз говорю, в каждую квартиру устанавливается сигнализатор загазованности. То есть, при малейшей утечке газа он подает сигнал. Помимо этого, он дает информацию на электромагнитный клапан, который без вашего участия перекрывает подачу газа в вашей квартире. То есть, вы забыли телевизор, смотрите, закипела плиточка, пламя потухло. А газ пошел. А газ пошел. Газ пошел, автоматический сигнализатор загазованности перекроет у вас подачу газа в квартире. Сам, самостоятельно, без вашего участия. То же самое сейчас устанавливается в коттеджах. Я думаю, что если вы посмотрите информацию по коттеджам, именно непосредственно по России, вы не увидите ни одного именно такого происшествия. Потому что во всех коттеджах и именно домах частных, где устанавливалось газовое оборудование, устанавливается сразу такая группа безопасности. Я думаю, в принципе, если человек строит себе дом, он думает о безопасности, у него есть пожарные датчики, извещатели. У нас, в принципе, в студии был сотрудник пресс-службы МЧС России Пухакаси Константин Коренев. Он рассказывал, что пожарный извещатель стоит недорого, буквально 500 рублей. Зато в случае задымленности он на всю округу будет пиликать так, что вы точно проснетесь и точно сможете выйти из будущего. Андрей, можно еще одно слово? Я чувствую, у нас горячая линия. Это замечательно, что люди интересуются. Я бы хотела еще о втором этапе рассказать. Давайте сразу после звоночка о втором этапе. Да, здравствуйте, вы в эфире. Здравствуйте, Андрей, вашим гостям. Клара Ивановна. Я хочу такой вопрос задать. Вот я живу сейчас одна, да, однокомнатная квартира. Почему же у меня около 400 рублей берут за газ? Ну, по нормативам. Если я не могу дышать газом, значит, идите, берите справку, вот, отнесите к начальнику, и вам поставят постоянную заглушку. У меня заглушка стоит 23 года, нормальная заглушка. Что за выдумки такие? Я больше не буду платить. Ну, я хотел бы сказать... Это просто вам на жизнь всем придумано, не знаю как. Спасибо, Зеленович. У меня просьба. Вы, пожалуйста, если... Я просто не понимаю, это Абакан или Черногорск. Если у вас какие-то по этому поводу вопросы, вы подъедьте, пожалуйста, на скискуя 212, где находится именно непосредственно участок. И мы именно рассмотрим вашу проблему, потому что сейчас вот ответить, что там у вас, почему начисление. Возможно, у вас там прописано очень много людей. То есть это... Детально проработать вопрос. Да, и с другой стороны, это газификация не относится, это газопотребление на многоквартирном доме. Я думаю, мы индивидуально с вами рассмотрим, в положительную сторону решим подходить. А теперь мы возвращаемся ко второму этапу голосования. Это что у нас, подсчет голосов или это что? Нет, Андрей, я бы хотела сказать о том, то, что я сказала, вот какие участки будут, не участки, а точки работать по приему голосования. 39 точек, да, у вас? Вот это голосование, еще раз повторюсь, если какие-то вопросы возникают у населения на сегодня, вот после нашей передачи, я думаю, мнений будет очень много. И если мы расшевелили население, это очень здорово, это всегда мне радует. Это замечательно. Потому что это население на сегодня, за что и борется и работа общественной палаты, каким-то образом все-таки действительно расшевелить гражданское общество, чтобы оно начинало думать. Перестало быть инертным. Да, чтобы они принимали участие, чтобы они высказывали свое мнение. Поэтому, если помимо у кого-то какие-то вопросы возникают по данному мероприятию, я считаю, что можно позвонить с 9, даже с 8 до 18, до 6 часов в общественную палату 2207-76. То есть, если надо получить какую-то дополнительную информацию. 2207-76, да? 2207-76. Конечно же, мы будем население информировать, то есть, те моменты, которые будут в эти 4 дня проходить, понятно, что мы будем информировать, и население будет знать, как проходит данная процедура. Ну, без голосов, естественно, голосов. Я хотел в дополнение, потому что у многих вопрос технический, технического характера, тоже готов разъяснить позиционно, если кто-то будет подходить и задавать вопросы, обращайтесь тоже, подъезжайте Аскийская, 212. Рад буду вас увидеть. Мы уже именно индивидуально рассмотрим каждый ваш вопрос именно с технической стороны. Отлично. И давайте еще... И еще секунду, я чувствую, что у нас горячо, да. Значит, еще бы хотел сказать, что да, после проведения вот этого мероприятия, вот этого обсуждения, после 5 дней, которые мы обозначили, вся информация будет собираться в общественной палате, будет итоги подводить общественная палата, в которую входит оргкомитет весь, то есть и данные результаты первыми узнают наши граждане республики Хакасия. Они будут сразу объявлены. И понятно, еще раз повторюсь, что данные, которые мы получим, они будут направлены в связи с тем, что обращение было от главы, главе республики Хакасия. Ну и, естественно, мы с вами встретимся, ну и доведем до сведения, помимо всех, ну и на уровне Российской Федерации. Ну и, в принципе, и до общереспубликанского голосования, и, думаю, итог, наша телекомпания будет освещать как только может. Конечно. И мы на нашем РТС-радио, и наша служба новостей, все об этом узнают на сайте ТВРТС.ру, в Телеграм-канале, информбюро, везде все узнают. Я всех приглашаю. Но я бы хотел еще точить такой момент. Многие слушатели говорят, референдум, вы тут же поправляете, говорите, нет, это мы выслушаем не народа, а общереспубликанское голосование. Правильно называю? Это не голосование, это общественное обсуждение. Общественное обсуждение. А вот припомните ли вы в Хакасии подобное общественное обсуждение, такое громкое, буквально на всю республику, по каким-то значимым вопросам. Проходило ли оно такое подобное раньше? Проходило это было у нас по строительству онкодиспансера. То есть вот эти, понимаете, все вещи, которые выносит общественная палата. Кто-то задал вопрос тоже очень хороший по присоединению на сегодня, то что увеличилась огромная цифра. Я хочу сказать, что общественная палата этим вопросом уже занимается на протяжении месяца. То есть выясняет, в чем, где, что зарыто, из чего, что складывается. И, конечно же, мы готовы по результатам информацию для населения давать. То есть это не сегодня, не первый раз. Это действительно процедуры проходят, они проходят также в муниципальных образованиях. Это не только город Абакан. То есть они проходят и на уровне муниципальных образований. Давайте примем звоночек. Да, здравствуйте, вы в эфире. Здравствуйте. Вот я человек пожилой, и у меня создается такое впечатление, что вся эта шумиха с опросом, с этим газом для того существует, что пришел срок выборов. И столько навалов. Пять лет не делал ничего доброго. И вдруг тут засуетился. Такую, знаете, развил бурную деятельность. Хорошо, спасибо. Смотрите, я уже не раз в эфирах задавал вопрос. У нас люди в студии сидят умные, взрослые, серьезные. Я дурак, мне простительно. Я не понимаю, как должен работать чиновник, государственная деятельность, чтобы его деятельность не считалась и бездельником, он не считался, и пиаром это не считалось. Вот, может, наши гости мне подскажут, или вот вы позвоните по номеру 222-702, чтобы вот не попало под категорию пиар, он ничего не должен делать, но тогда бездельник получается. Тогда должен немножечко вредить, чтобы как-то балансировать. Расскажите мне, пожалуйста. Ну, Андрей, я бы, можно, да, вот скажу о том. Вот так вот заявлять, что ничего не делается в республике, да, если бы совсем ничего не делалось в республике, ну, наверное, ситуация была маленько бы другая. Я с этим абсолютно не соглашусь ни от того, что общественная палата вне политики. Был Зимин Виктор Михайлович, царство ему небесное, я работала с Лебедем Алексеем Ивановичем, ну, сейчас у нас Валентин Олегович. Это без разницы, вы понимаете, с вами советуются. Какой пиар? То, что на сегодня мы эту тему подняли, мы ее поднимали уже не один раз, но на таком уровне мы ее не поднимали. И на сегодня для того, чтобы говорить о том, быть или не быть, прежде всего это будет мнение республики, мнение населения республики. И поэтому не надо вот политику, то, что мы говорим сегодня о плохой экологии, да, о увеличении раковых заболеваний, да, онкологии. Мы с вами об этом говорим. Ну, так а почему мы не говорим о том, что пришло время все-таки думать более прогрессивно и решать вопросы более серьезно? Вас приглашают в диалогу, но вы от него отказываетесь? Я не против абсолютно. Вы понимаете, не надо понимать, что мы вот это проводим, и вы обязаны прийти. Вы можете не приходить ровно так же, как я знаю, но я сама всегда голосую, и семья. Вы не ходите на выборы, вы не хотите ни в чем принимать участие. Поэтому, я опять же говорю, принимайте участие, будьте активными, будьте в теме, и дискутируйте, ради бога. Я готова всегда прийти на дискуссии к Андрею и с вами общаться, и вы прекрасно знаете, вы у меня бываете очень много, кто сегодня задавал вопросы, даже узнали, да. Мы работаем на население, и поэтому надо это принимать, уважать и поддерживать, а не от того, чтобы, ну, как-то чисто сказать, ничего не делается, и вообще я против всего. Я в дополнение хотел бы добавить, действительно, жители республики Хакасии, я думаю, ваше решение будет не только сегодняшним днем, я имею в виду, определяться, а уже будет это 25 и 50 лет, когда уже будут ваши и дети, и внуки расти, вас уже не будет. Но ваше решение, которое вы примете, оно повлияет на ситуацию, на развитие республики Хакасии, и ваше решение уже будет значить много именно по здоровью. Оно будет знаковое. Да, знаковое, которое действительно оно будет покажет. И в экологии здоровье. Смотрите, частенько езжу в Красноярск тоже по работе, как только поднимаюсь на гору около Черногорска, это Спригорска, заезжать не хочется. Не хочется реально заезжать, потому что не видно города Абакана. Мы задыхаемся. Вот вы просто подумайте, что каждый кусочек вот этого угля, который вы подкидываете в печку, это вы травите и себя, и свое будущее поколение. У нас комментарий в социальных сетях поступил от нашего слушателя. Большое сообщение, но я постараюсь прочитать. Надо дружно проголосовать за газопровод. Предприниматели и юридические лица, присуществующих для них тарифов, никогда не будут использовать электричество для отопления. Газ, электричество, центральное отопление, все делают, чтобы исключительно уменьшить применение угля. Голосовать за газ, чтобы Москва знала, что мы здесь реально задыхаемся. Сам для отопления использую электричество. Давайте для начала проголосуем дружно за газопровод. А вот когда его проведут, тогда будем решать проблему по мере поступления. Следующий от него же сообщение от слушателя. Голосовать против, значит идти против здравого смысла. И дальше, ниже еще комментарий. Звонившей бабушке, нам все равно, кто будет Коновалов, Сокол или Иван, или Ваня Пупкин. Все правильно. Лежать нечем, можем хоть детям и внукам, может хоть детям и внукам будет полегче. Спасибо за такой большой развернутый эмоциональный, безусловно, комментарий, но я с ним полностью согласен. Спасибо, абсолютно согласен. Это же вопрос будущих поколений в том числе. Смотрите, мы говорим сейчас только по частному сектору, вопрос будущего поколения. Возьмите вопрос развития промышленности. По сфере работы, своей деятельности, к нам частенько обращаются предприниматели из сельского хозяйства. Это зерносушилки, тепличное хозяйство, семечки, майонез. То есть многое, что можно перечислять. Очень большое производство, которое можно развивать. Это только малыми дозами. А если взять то, что большие уже в промышленном масштабе, развитие республики без газа невозможно просто само по себе. А теперь давайте примем звоночек. Да, здравствуйте, вы в эфире. Ага. Доброе утро. Доброе утро. Я хочу, чтобы мне разъяснили, я живу в частном доме, отапливаюсь с печным опоплением, пользуюсь углем. Никаких у меня ни батареи нет, только печечка. Так, что будет, как мне газ провести? Как это будет в деньгах и как это проведется? Чем я буду обогреваться, если у меня печка не будет работать? Хорошо, спасибо большое. Еще, еще второй вопрос. Вот вы говорите, у нас, значит, угля, если мы газом все будем пользоваться, а будет ли разработка у нас вот это угольных шахт? От них не идет вот это вот мрак, вот это, вот от этого не идет или только у нас от печек, от частных? Скажите, пожалуйста, а разработка потом будет угля или нет? Ну, я думаю, по разработке угля никуда она не денется, потому что наш уголь едет по всей стране и за рубеж в том числе. Ну, а если вы обратите внимание небольшое, да, я слово Александру Владимировичу по подключению чуть позже дам, хочется сказать просто, очень хочется. Зимой у нас смог есть, летом нет, да, странно как-то очень немного. Там, безусловно, и автомобили вносят свои коррективы, прогреев, да, больше потребления топлива. Вот частный сектор, вот когда с Сыногорска едете, там пригорок такой, видно белый яр весь. И в белый яр видно так, что все трубы, видно, как они выходят из них, огромное-огромное количество дыма. А если вот снизу смотреть, то он как бы вроде и неба, и неба. А на самом деле, вот если с горы смотреть, все прекрасно видно. То же самое, мне кажется, с любого пригорка, но любой вот частный сектор посмотреть. Вот, Александр Владимирович, а теперь расскажите, вот нет у нашей слушательницы ничего, кроме печечки. Смотрите, было совещание по экологии, тоже частенько и в Минусинске, по Минусинску и по Абакану тоже разговаривали. По вот такой ситуации, то есть есть, когда стоит печка и уже к ней подключено водяное отопление. Ну, трубы, батареи. Да. А есть ситуация, когда просто печка и больше ничего не подключено. Тут уже индивидуально нужно будет рассматривать. Я не говорю, что есть разные виды отопительных газовых приборов. Есть газовые приборы, которые устанавливаются как батареи непосредственно. Радиаторы привычные им надо. Да. То есть, неизвестно, какой у вас, вы мне не сказали, какая квадратура. Возможно, у вас два таких радиатора будет достаточно, чтобы вам обогревать. И речь не идёт о том, чтобы вам сносить эту печечку. Вы можете её оставить, пускай она у вас будет, вас любуют, что вы когда-то ей топили. И просто будете вспоминать, как вы это делали, как вам это было тяжело. Многие оставляют, допустим, кто переходит, переводит на газ, делают ещё дублирующее отопление. Это электрическое. То есть, газ. И стоит электрический котёл как резервный. То есть, такое бывает. Многие оставляют просто угольные печки. Просто они стоят. Ну, смысл демонтировать. Давайте примем звоночек. Да, здравствуйте, вы в эфире. Здравствуйте, Александр. Ну, вы знаете, я вот против газа. Вот что-то электричество гораздо практичнее и удобнее бы было. И вот вы говорите, работайте с населением. Я вот сейчас неюзерю. А вот у нас идёт борьба с этими асфалтами. Я уже за эти годы сколько дров, помню, перевозил. Ну, как бы, сжигал вместо угля. Вот мне ничего никто не платит. Александр, спасибо большое. Но вопрос не потянет нас времени остаётся мало. А, возможно, у слушателей есть вопросы непосредственно либо по голосованию, по прохождению голосования, общенародного обсуждения, прошу прощения, газификация Хакасии. Возможно, есть какие-то технические вопросы, Александр Владимирович, по подключению, по различным другим нюансам. Давайте отдадим слово нашим слушателям. Да, здравствуйте. Здравствуйте. Я хочу вот продолжить. Дело-то в том, что сейчас идёт война. И сейчас никто об этом не думает вот среди здесь сидящих вас, потому что и деньги государству нужны, а это огромные деньги. И всё государство, государство сделает, доведёт до вашей ограды. Государство проведёт газ. А положение в мире такое, что такое страшное, что такая война предстоит, видимо. Что некому будет... Спасибо. Извините, я вас перебью. Просто давайте, раз уж про ситуацию в мире. Смотрите, у нас получается, что на Западе-то меньше потребителей стало, да? А, соответственно, нужно внутри страны распространять. Вот Ольга Александровна. Александровна Владимирович, когда рассказали в очередной раз про поручение нашего президента Владимира Путина, о том, что как можно больше регионов нужно газифицировать. Но я сомневаюсь, что если бы не было денег на газификацию регионов, он бы такие слова говорил. Я прав? Конечно. Вот, поэтому я думаю, здесь вопросы... Ну, помимо того, что сказал, уже многие регионы по этой программе работают. Приступили. Приступили и работают. Газификации регионов, да? Да. Это Алтайский край, Кемеровская область. Иркутская область. Иркутская область. То есть, очень большие объемы идут уже именно по этому направлению работы. Поэтому, я думаю, это все вполне реально. Это не какой-то вымысел, да, и не какая-то фантастика. Это реально, это уже возможно наше завтрашнее будущее. Это стратегическое развитие России, в том числе и регионов. Абсолютно верно. Да, здравствуйте. А вот телефонное голосование может быть? Нет. По телефону обзванивают людей. Вы уже хотели сказать да? Мы запишем ваш голос, но только карандашиком пока. Вы вот непосредственно уже с 15 по 19 мая, да? С 15 по 19 мая. В отделениях МФЦ, в отделениях соцзащиты, в службе занятости, 39 отделений по ХКСи будут, плюс будут на улицах работать волонтеры. Сационарные точки, где будут работать, каждый может свой голос и свое мнение высказать. И волонтеры будут на улицах. И волонтеры будут, да. Поэтому вы можете высказать свое мнение именно там. Пять дней будет проходить. А вот если пять дней... И о купонах не забываем, Андрей. А купоны в газетах, да, можно вырезать, как в старые добрые вены. Да, да, да. А потом уже опустить. И можно проголосовать, да, если это кому-то удобно. Помимо, кроме того, чтобы поставить галочку да или нет, можно еще комментарии написать. Да, конечно. Каждый вот этот вот листочек вы изучите. Своё мнение выразить. А сколько же вам времени тогда понадобится? Через какое время мы узнаем итоги? Я думаю, это будет оперативно, Андрей, потому что я считаю, что где-то 21-22 мы объявим результат. Вы за три дня посчитаете все? Однозначно. И раньше. Там просто выходные получаются еще. Нам надо будет собрать со всех муниципальных образований, плюс еще надо с поселковых советов, то есть где проголосуют люди. Мы вообще желание охватить всю республику. Понимаете? И вот это все будет собрано. Ну, а мы постараемся. Мы ночь будем и день считать. Но если у нас столько людей будут высказываться, выражать свое мнение, нам это за удовольствие. Чем больше будет мнений, тем, я считаю, эта позиция будет более активна. Чем интереснее? Да, конечно. Это не 5, не 10 человек. Я считаю, что это тысячи будут. Я уверен, что будет очень много людей. Да, и мнение, оно каждого ценно. И даже наш утренний эфир показал, насколько тема эта горячая и волнует наших граждан. Потому что иногда я блокировал телефон, чтобы мы банально хоть немножечко пару вопросов смогли обсудить. Потому что ваши звонки, это очень важно. Андрей, мы готовы приходить и объяснять, и разъяснять. Давайте еще прямой звоночек. Не оставляй, это успокоится. Да, здравствуйте. Добрый день. Добрый. Ну, газификацию надо обязательно делать. Потому что надо как-то вперед двигаться. Правильно. Ведь Китай покупает, Индия покупает, ну все покупают. А вот Хакасии почему-то не надо. И для чего это голосование проводить, непонятно. Если это все делается для народа, то надо делать обязательно. Спасибо большое. Я повторюсь еще раз о том, что я уже говорила, что это для народа делается, и народ должен высказать свое мнение. Все социальные программы, вы слышите еще раз тоже, сам Андрей, извини, повторю, каждое выступление президента начинается с того, что все социальные проекты, это и нацпроекты, но мы сегодня уже их не будем трогать. Нужно обсуждать с людьми. А вот надо обсуждать, надо разговаривать с людьми и знать мнение людей. Да, здравствуйте, вы в эфире. Доброе утро. Доброе. Я справочку хочу дать по присоединению электричества. Давайте только буквально в 30 секунд. Это микрорайон, 3200 за киловатт под включение. Если 15 киловатт, значит 48 тысяч. Сейчас подключение, вот, уже в настоящее время. Спасибо. Хорошо, спасибо большое. Да, у нас были в студии же, собственно, если не ошибаюсь, Монок Дондонеллос, и об этом и говорил, да, потому что раньше многие строят себе гараж, чтобы эту лампочку осветить, подключали туда 6 киловатт, или 10, на 15. 15, да, 15 киловатт. Все пятнашку и брали себе. В итоге у нас получается, есть целый гаражный кооператив, в каждом из гаража висит лампочка, максимум 2, значит, в погребе, да, ну и где-нибудь один сварочный аппарат. И у всех 15 киловатт. Там огромный трансформатор, который простая, вот буквально. Поэтому такие ограничения... Андрей, эта тема очень серьезная, и поэтому это отдельное обсуждение, да. А у нас осталось буквально 30 секунд. Вот, давайте напомним, с 15 по 19 будет проходить общественное обсуждение, да, по газификации Хакасии. Выразить свое мнение вы можете в МФЦ, в службе занятости, в центре занятости, да. Поэтому приходите, ставьте галочку, да, нет, можете писать комментарий, общественная оплата потом все подсчитает, и нам, жителям республики, расскажет. Я вынужден закончить эфир, потому что у нас времени не осталось уже, к сожалению. Давайте я еще раз наших гостей представлю. У нас сегодня в студии была председатель общественной палаты республики Хакасия, Ольга Александровна Левченко. Спасибо, что пришли к нам сегодня. Спасибо вам за приглашение, и, конечно же, я всем желаю мира и здоровья. А также у нас в студии был руководитель Южного территориального управления Красноярск, Райгаз, начальник службы Хакас, Межрайгаз, Александр Владимирович Менгель. Спасибо вам большое. Вам тоже большое спасибо. Я думаю, мнение каждого жителя республики Хакасия будет значимое. Думаем, господа наши хорошие, о завтрашнем дне, как шахматисты, просчитываем игру на несколько ходов вперед, голосуем за газификацию Хакасии. Ну и, собственно, хорошая вам пятница. До свидания.